А тебя можно сильнейшим игроком называть России по Старкрафту? А, здравствуйте, друзья! Мы берем интервью сильнейшего игрока России по второму Старкрафту, человека с никнеймом Skillos. Здравствуйте! Привет! Микрофон я буду держать, не тянись к нему. Так вот, ты, оказывается, еще весьма юн. Как тебе это занесло вообще в стратегии, раз ты сейчас находишься в топе, по крайней мере, СНГ, стало быть, начал играть, ну, более-менее активно, года 4-5 назад, да, как минимум? Ну да, но в целом я просто с детства играю в стратегии. Я помню, я в детском саду еще играл в Warcraft 3, ну так, совсем. А, так может быть, я тебя... А, нет, нет, вряд ли. Очень маловероятно, потому что я играл в компании, вот эти, как, аркадные режимы всякие. Вот, ну, в 2010-м я в Старкрафт 2 начал играть, ну так, с переменным успехом, то играл, то возвращался, и вот, соответственно, в 2018-м году я уже начал, ну, профессионально, скажем так, играть, и вот набирать потихонечку уровень, и вот дошел до того, до чего дошел сейчас. Ну, ты не жалеешь, что дошел? Не жалею. Так задумчиво просто опустил глаза, до чего же ты дошел? Хорошо, а почему именно стратегии? Ты наверняка пробовал играть в другие игры, ну, игры другого жанра. Что не понравилось? Я два года в Доту играл. Это мы вырежем. Ну, мне не нравится командный аспект, наверное. Мне не очень приятно. Ну, во всяком случае, именно в плане тренировок. То есть в Старкрафте ты предоставлен саму себе, ты можешь играть, тренироваться, и все приятно. Например, в Доте это сложнее. Из-за этого я, ну, я на самом деле именно в Доту уходил тоже играть профессионально, опять же, но у меня не срослось, и я вот в 2018-м вернулся вот и в Старкрафт. Сколько ты успел наиграть в Доту, прежде чем понял, что это не твое? 4 тысячи часов. Нет, 2 тысячи часов. Но, да, я соглашусь с тобой. Но вот с PUBG история другая, у меня 5 тысяч, но я до сих пор не уверен, почему эта игра плохая. Никогда не играл в PUBG. И не стоит начинать. Отлично. Мы тебя спасем от большого количества ошибок жизненных. Хорошо. Тебя здесь некоторые товарищи, например, King Cobra, считают фаворитом. Это объективно так? Думаю, что да, к сожалению, не попали некоторые игроки на этот турнир, и для меня это немножко обидно даже. Я бы очень был рад сыграть, например, с Ваней в финале. Расскажи про особенности проведения отборочных этого турнира. То есть, насколько я понял, там система не такая простая, там есть бюрократия, там нужно было пройти отборочные, но кроме этого еще и совершить целую серию действий. Отборочных не существует на самом деле, это все, в общем, их нет. Все, что нужно, тебе нужно иметь разряд. Разряд получить не так легко, и не все даже в ФКС хотят этим заниматься, и за счет этого, соответственно, получается такая чехарда с тем, что некоторые игроки не смогли попасть. А что нужно для того, чтобы получить разряд, и что это, собственно, дает сейчас? Да это ничего, кроме того, что ты будешь играть в этом турнире. Чтобы получить, нужно сыграть в турнире, который, соответственно, занесет в некоторый список. Такие турниры проводили некоторые федерации, но это далеко не обязует их давать тебе разряд, потому что ты можешь быть просто лень. Вот, собственно, вот так вот. Ну, ты сам через какой путь прошел? Ну, то есть для тебя, что нужно было тебе сделать для того, чтобы здесь оказаться? Мне очень просто было все с этим делать, потому что я чемпион прошлого года, и у меня почему-то такая была идея, что ну, я просто сделал разряд. То есть в прошлом году это не нужно ничего было делать. Я такой, ну, ладно, сделаю разряд, как бы возможность есть, почему бы и нет. Я чемпион, сделаю разряд. Вот, мне его сделали, причем я его начал делать в августе после турнира, и получил его в феврале этого года, очень там долго все это было. Вот, и в итоге оказывается, когда уже занонсировали вот этот чемпионат России, то, что оказывается нужен разряд. А у меня он уже есть, как бы, я, в принципе, особых трудностей не испытывал. Окей, а место проведения, сцена, впечатления о том, где ты сейчас находишься? Ну, я не видел непосредственно сам стадион пока что. Я играю, играл в компьютерном клубе только. Но в целом, на самом деле, ощущения очень хорошие. Мне нравится в целом и сам город, и как тут все организовано, и, в принципе, отношение к игрокам. Есть некоторые, конечно, минусы, да, но вот. Самый такой основной для меня минус, конечно, жара. Ну, я как человек из Питера, и мне, как бы, очень это не свойственна такая жара. Понимаю. Школу ты закончил. Какие тебе предметы нравились? Что сейчас в школе? Просто я уже достаточно далек, как и 90% годгейма. Но, тем не менее, тебе 20. И совсем недавно были ЕГЭ, и ты их сдавал. Расскажи, а мы поулыбаемся. Я могу рассказать, как я сдавал ЕГЭ. Я тогда уже играл в Старкрафт. И я тогда уже решил, что я буду играть профессионально, потому что у меня было несколько удачных моментов в карьере. Расскажи, какие удачные моменты в карьере. Ну, я, во-первых, на ЕМИ неплохо выступил первым, и я выступил очень хорошо на ВЦСе первом в Киеве, который там был. Соответственно, я тогда уже решил, и как мы походили, моя сдача ЕГЭ. Ну, не говорю о том, что я вообще не готовился. Я играл с Старкрафтерами англоязычными в Доту, и где-то полчаса-часа спал перед самим ЕГЭ и шел сдавать, соответственно. Вот. По самой школе, ну, я тогда был, ну, скажем, очень спорно к этому всему относился, так что в школу я особо не ходил, если честно. Очаровательно. Какие планы на будущее? Ну, я пока хочу поиграть в Старкрафт, в принципе, я никуда не тороплюсь. У меня все неплохо, вот. Так что буду искать, и искать что-то другое, возможно. Ну, ты допускаешь, что, ну, во-первых, у тебя масса свободного времени в будущем, в жизни. Старкрафт и отношение Близзов к игре немножко расстраивает. Ну, мы долго можем на эту тему и по Варкрафту говорить, и по Старкрафту. Но в целом ты наверняка допускаешь, что через какое-то количество времени не будет целесообразно по каким-то причинам тебе продолжать играть в Старкрафт. Если не Старик, то куда? Пока я не решил. Мне очень хочется верить в то, что будет что-то интересное от Фрус Джайант. Да, я тоже надеюсь. Но я никуда не тороплюсь. У меня, в принципе, все хорошо. Вот, и я могу... Команда, зарплата. Да, ну, даже без этого, как бы, у меня будет очень много времени, чтобы что-то придумать. Потому что все-таки достаточно успешно все происходит у меня в Старкрафте, соответственно. Я хочу найти что-то для себя интересное. Возможно, это будет игра от Фрус Джайант. Ну, ее непонятно, сколько ждать. Они пока еще, даже с концепцией, насколько я понимаю, только определяются. Но отрадно слышать, что они пытаются понять, что нужно о комьюнити. Да, это очень здорово. Я, правда, сейчас меня сожрут, наверное, но я вот не очень... Они там анонсировали то, что они хотят героев развести. Вот это я не люблю. Мне это не нравится. Ты же играл в Warcraft, но хоть базу ты понимаешь, что герои добавляют разнообразия в стратегии. Ну, честно, мне вот Warcraft, я не знаю, не фанат Warcraft. Мне вот он раньше нравился, когда я играл в детстве. Ну, и за счет компании, потому что я очень много раз компанию проходила. А вот сейчас как-то мне не очень интересно. Мне вот именно нравится в Старкрафте массовость, мне нравится макро. В Warcraft это же больше микро, я не такой большой фанат микро. Мне вот нравится именно массовость, то, что макро, скорость там, игры и так далее. Мне вот это больше интересно. Так что для меня интереснее было бы именно это. Но я понимаю, что существует не только я, наверное, многим людям будут интересные герои. Возможно, даже это лучше для новичков. Тут я не могу сказать. Ну, в свое время это, конечно, было таким очень интересным решением, потому что сочетать стратегию с элементами РПГ до этого успешно не удавалось. Хорошо. Что-нибудь напоследок позитивное? Может быть... Нет, хорошо. Давай Good Game. Пользователи кого-нибудь... Привет, может, ты передашь кого-то по никнеймам, может, знаешь. Пользователям Good Game. Не знаешь пользователей Good Game? Я RokSkis Pony знаю. Ну, Pony я тоже знаю. Кстати, хороший вопрос. Когда ты начал играть в Старкрафт, ты наверняка ориентировался на каких-то товарищей, типа Pony, братка. И вот сейчас ты с братком уже на равных даже, ну, выигрываешь его чаще, насколько я понял, чем он на тебя. Насколько повлияли люди, которые были тогда в топе, на твою мотивацию, на твои планы, цели? Ну, по поводу мотивации и цели я не знаю, но я точно помню, что я, когда в Старкрафт начинал играть, ну, я, как я уже говорил, начинал давно, я Pony очень много смотрел, даже учился, наверное, по его играм. Я помню, даже я урок брал у Pony. Я не знаю, помнит ли он это или нет, но это год, наверное, 13-й был. Сейчас бы ты ему мог преподать урок какой-нибудь. Возможно, возможно. Так что, да, ну, конечно, повлияли, да, я следил тогда. Ну, хорошо, давай, все-таки, может, ты вспомнишь кого-то с GG, кроме Pony, или просто пользователям передашь. Им будет приятно, они так по-отечески улыбнутся, скажут, молодец. Не, ну, конечно, я передаю привет Good Game. Я хоть сейчас на этом сайте и нечасто обитаю, но я все равно захожу, читаю, иногда, ну, даже на форум захожу, если какие-то темы интересные есть. Так что, всем привет, новости читаю, конечно же. Так что, Good Game – это хороший сайт. Спасибо большое, желаем тебе удачи на турнире, будем смотреть, будем болеть, и успехов в будущем, тем более у тебя, видишь, какая перспектива впереди отличная. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.